Соревнования в обновленном спорткомплексе прошли впервые и сразу общероссийского уровня. Для проведения подобных состязаний в спорткомплексе площадью больше 6000 метров есть все необходимое. Для спортсменов два вместительных зала со специальным паркетом, раздевалки и душевые, а для зрителей трибуны на 1300 мест. Новые возможности смогли оценить не только борцы со всей страны, но и почетные гости чемпионата, в том числе олимпийский чемпион Александр Карелин. Высокотехнологичное по-настоящему, современное, это не уровень отделки и выбор материалов. Это компоновка здания, это возможность попасть в зал, где четыре разминочных ковра. Немногие чемпионаты национальные могут позволить себе такие подготовительные возможности. Ну и то, что проживание буквально 25 метров напротив. Большая площадь комплекса позволила и соблюсти все необходимые санитарные требования. Соприказаться борцы здесь могут только на коврах. Все возможности нового комплекса в прошлом году уже оценил министр спорта Олег Матыцын. По его распоряжению создали и организовали состязания. К слову, за последние пять лет чемпионат России по греко-римской борьбе во Владимирской области проходит уже во второй раз. Я уверен, это хорошая традиция и хорошая заявка на то, чтобы внимание к Суздаль-Арене, к греко-римской борьбе, к Владимирской земле было высоким. Соответственно, мы намерены сохранять традиции, поддерживать наших спортсменов и принимать соревнования любого уровня. Сохраняет во Владимирской области и традиции участие наших борцов во всероссийских соревнованиях. Всего в регионе греко-римской борьбой занимается свыше двух с половиной тысяч спортсменов. На чемпионате России область в десяти весовых категориях представили 11 борцов, в основном действующие победители и призеры федеральных и европейских первенств. У нас два явных лидера. Это Артур Сарксян в 97 и Абьюзит Манцыгов, которые будут бороться только за золотую медаль. Но мы понимаем, что это спорт, поэтому возможно все, никто не застрахован. Будем надеяться, что они станут именно чемпионами в своих весовых категориях. Конкуренция у Владимирцев на чемпионате была высокой. Им противостояли сильнейшие спортсмены страны, в том числе Адам Гаужаев из Московской области. Он выступил в весовой категории до 67 килограммов. Борьбой Адам занимается с 12 лет. Этот вид спорта он выбрал сам. Для него это уже не первое состязание всероссийского уровня. Так, в 2019 году он выиграл чемпионат среди юниоров и представил Россию на первенстве Европы. И в этот раз был настроен исключительно на победу. И в итоге стал чемпионом России. Успехов достигли и Владимирцы. Так, Абоюзит Манцыгов стал чемпионом России в весовой категории до 77 килограмм. В финальной схватке он встретился с Адлетом Телюбаевым из Московской области и обыграл его по очкам. Бой завершился со счетом 2-0 в пользу Владимирца. А Артур Сарксян в категории 97 килограммов с таким же счетом обыграл представителя Краснодарского края Александра Головина. Теперь владимирским борцам предстоит защищать честь страны на чемпионате Европы. Он пройдет с 4 по 10 апреля в Пудапеште.